В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. К отопительному сезону готовы. Глава муниципалитета Алексей Спасский проверил готовность видновской теплосети. Важно, что к началу нового отопительного сезона мы подходим без долгов. Как обстоят дела на строительстве долгожданного выезда из шестого микрорайона. Сейчас на том этапе у нас заканчивается работа по выносу кабинок линий. Маленькое было с этим затруднение. В администрации Ленинского городского округа прошла встреча с молодежным активом муниципалитета. Сейчас уже назрел вопрос о том, что нужно, конечно, всем снова объединяться. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил готовность видновской теплосети к отопительному сезону. Он посетил центральную тепловую станцию, где ему рассказали о проделанных работах в сезон подготовки оборудования и магистралей к зиме. К инспекции присоединилась и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлий Пагасиан. Лето – период подготовки теплосетей к предстоящему отопительному сезону. Чтобы он прошел без сбоев, в эти месяцы проводится ряд работ по устранению неполадок и ремонту оборудования. В Ленинском городском округе обслуживанием львиной доли жилых домов занимается видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства. Мы сейчас активно работаем с МУПУ КЖКХ по поводу обращений граждан, потому что наши системы горячего водоснабжения, а также и холодного водоснабжения нужно подготовить к отопительному сезону. За счет бюджетных средств у нас произведен ремонт магистрали здесь, на проспекте Ленинского комсомола, разворотного круга. В Горках Ленинских 600 метров теплотрассы заменили. В нашей котельной, в развилке, мы за счет собственных средств поменяли химводоподготовку, установили новые баки. Лично убедиться в том, что жители Ленинского городского округа смогут рассчитывать на бесперебойную подачу тепла в их дома, решил глава муниципалитета Алексей Спасский. Для этого он с инспекцией приехал на центральную котельную в Видном. Важно, что к началу нового отопительного сезона мы подходим без долгов и в отличие от многих других муниципалитетов у нас не было никаких опасностей или ограничений по поставке электроэнергии либо газа, что могло бы отразиться на качестве предоставляемых услуг. А так ждем не то что с оптимизмом, а с рабочим таким хорошим настроением. На сегодняшний день работы по подготовке к отопительному сезону выполнены на 75%. По мнению экспертов, это хороший показатель. Полностью к режиму зимней эксплуатации готовы 17 из 23 котельных и 35 из 49 центральных тепловых пунктов. За всем оборудованием в режиме 24 на 7 наблюдают диспетчеры. Система автоматизирована, что исключает человеческий фактор. Мы работаем только на мониторе, только на компьютере. Руками мы уже ничего не делаем. Если что-то произойдет, сразу отобразится? Да, конечно. У нас идет графа, то есть звучит звуковой сигнал и сразу у нас пишется строка, что произошло. Ну и соответственно мы должны устранить эту неполадку. Подготовительные работы планируется завершить к 1 сентября. Отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не будет превышать 8 градусов. Но обычно тепло дают раньше. Сперва в социальные учреждения, а потом и в жилые дома. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно этого. Строительство долгожданного выезда из 6 микрорайона выходит в завершающую фазу. До соединения с Донбасским мостом осталось всего лишь 200 метров. Как скоро их пройдут, узнала наш корреспондент Екатерина Борисова. Строительство выезда из 6 микрорайона идет полным ходом. Уже уложено 1250 метров дорожного полотна. Сейчас идет работа над тротуаром и прилегающей к дороге территории. В той части дороги, где ранее был уложен асфальт, сейчас проводят озеленение и устанавливают освещение. Работают с ливневой канализацией. Идет подготовка к укладке среднего и финишного слоя асфальтового покрытия дороги. Есть комментарии в соцсетях, что не должен качественного выполнения асфальт. Это не финишный слой, это всего лишь основание. То есть еще у нас будет средний слой и верхний слой, можно его так назвать, финишный. Все эти работы по укладке верхнего и среднего слоя, они будут произведены одним разом. Это займет не более двух дней. Сейчас задача номер один – довести дорогу до соединения с Донбасским мостом. До него осталось проложить всего 200 метров дорожного полотна. Сейчас на том этапе у нас заканчивается работа по выносу кабельных линий. Маленькое было с этим затруднение. И в следующей неделе приступается в активную фазу, переходит реконструкция Донбасской улицы, Донбасского моста. Чтобы провести работы в сжатые сроки, Донбасскую улицу придется перекрыть. Здесь планируется обустроить тротуар, провести освещение, а также заменить старое асфальтовое покрытие на новое. Сам мост также реконструирует и заменит на нем все ограждения. Сначала выезд и въезд из шестого микрорайона планируется запустить именно через Донбасскую улицу. А уже вторым этапом обустроить соединение непосредственно с М4 Дон. Эти работы начинаются буквально в течение трех-четырех недель. Сейчас нам Росавтодор даст разрешение работать в полотне дороги. Мы пока не имели физической возможности просто загнать технику и подъехать, проводить активные работы. Выезд из шестого микрорайона предполагает двухстороннее движение. Ширина полотна позволяет разместить здесь три полосы. Две основные и одну реверсивную. Сейчас на объекте трудятся 30 человек. Задействовано 7 единиц техники. В основном погрузчики и экскаваторы. В сентябре планируется завершить работы по первому этапу и передать дорогу муниципалитету. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. В офисе Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства прошло очередное собрание рабочей группы. На ней были рассмотрены вопросы окончательного введения в эксплуатацию канализационно-насосной станции в микрорайоне Эковидное 2.0. О сроках узнал Максим Козлов. Работы на канализационно-насосной станции в микрорайоне Эковидное являются предметом пристального внимания. А потому на рабочую группу традиционно собираются местные жители, общественники, представители депутатского корпуса. Модератором мероприятия выступил главный инженер предприятия Видновское ПТО ГХ, который и озвучил положение дел в настоящий период. Мы на прошлой неделе в среду осуществили, начали оптно-промышленную эксплуатацию, осуществили пуск КНСКИ и пустили в работу. При этом мы отработали до воскресенья, до того момента, когда, как вы знаете, в микрорайоне Купеленко было отключение электроснабжения. В связи с этим планируется подключение стационарной электрической станции, чтобы в будущем избежать проблем с отключением электроэнергии. Тот период, который проработала фактически неделя КНСКИ, нам дал уже некоторую информацию для ее проработки. То есть есть ряд замечаний, которые мы сейчас и в оперативном порядке устраняем, и также совместно с МР-групп прорабатываем более комплексные мероприятия. Какие именно мероприятия проводятся на канализационно-насосной станции, собравшимся рассказал представитель инвестора проекта по возведению КНС. У нас сейчас вопрос с запуском вентиляционной установки в сухом помещении. Мокром она запущена, туда, куда непосредственно стоки поступают. И вопрос сейчас в настройке установки дробления мелкого, среднего мусора. Денис Борисов также рассказал, что на этапе завершения находится благоустройство прилегающей территории. Часть ее будет благоустроена по программе инициативного бюджетирования. Это нашло поддержку у депутатов городского округа. Планируем в осенний период сделать посадки и подготовить данную территорию. То есть это вот та часть, которую в прошлом году мы на рабочей группе обсуждали. То есть по нему уже есть конкретные результаты. Деньги все есть. То есть в этом году, я думаю, работа будет завершена. На рабочей группе было озвучено, что запуск на полную мощность канализационно-насосной станции в микрорайоне «Эковидное-2.0» произойдет до 20 сентября. Далее начнется демонтаж аэротенка. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В здании администрации прошла встреча главы Ленинского городского округа с молодежным активом муниципалитета. Два созыва с 2016 по 2018 годы просуществовал молодежный парламент тогда еще Ленинского района. За это время ребятам удалось решить немало задач и организовать мероприятия, которых помнят и сегодня. А вот сам совет постепенно распался. С идеей создать единое сообщество молодежных организаций активисты обратились к главе муниципалитета Алексею Спасскому. Юные с горящими глазами и множеством идей, они готовы работать и создавать. Есть ребята, которые занимаются там чисто субботниками, есть те, кто проводит мероприятия. Конечно, сейчас уже назрел вопрос о том, что нужно, конечно, всем снова объединяться. И мы, в принципе, хотели бы поддержки с этой стороны администрации, чтобы нам помогли в этом. И, конечно, такие инициативы активно поддерживаются. В любом случае, либо вождь, либо коллективный вождь должен быть с вашей стороны, да, потому что это тут даже не только вопрос статуса, это вопрос, ну, какой-то искры, огонька, который надо поджигать, иначе ничего не будет. К сожалению, к огромному это и в нашей работе. Кроме того, в администрации округа подберут сотрудника, который выступит в роли куратора активистов. Помогут ребятам и с помещением для создания многофункционального молодежного центра. Сам формат взаимодействия и круг обязанностей будет тщательно продуман. ЦМ опять можно возродить на базе территориальных отделов, точно так же и можно привлечь в парламент, как с депутатами тоже работать. То есть кто-то старший из парламента вместе с ЦСМ и начальником территории спокойно может уже организовать какие-то мероприятия. Не секрет, что молодежь – это отличный кадровый резерв для муниципалитета. И власти прикладывают усилия, чтобы ребята не уезжали, например, в Москву, а работали на благо своей малой родины. Активную поддержку в этом оказывает торгово-промышленная палата Ленинского округа. Ситуация связана с школьным бизнес-инкубатором. Это тема обучения школьников азам предпринимательства, с точки зрения нас как палаты. Это очень важно. У нас есть идея создать на базе торгово-промышленную палату молодежный клуб предпринимателей. Развитие молодежной политики решили не откладывать в долгий ящик. Следующая подобная встреча пройдет уже через неделю. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.